В прошлой серии папе и Полине удалось выбраться из параллельной вселенной, в которых отправила горка-пожиратель. И казалось, все было хорошо, но маму украли пришельцы. Они увезли ее на летающей тарелке. Полина и папа отправились на поиски мамы, но их ждало что-то очень страшное и зловещее. Они встретили настоящего паровозика Томаса Экзе. Это точно поиск Томас Экзе. Смотрите, что будет в этой серии и подписывайтесь на наш канал. Папа, куда делась мама? Я не знаю, Полин. Ее походу похитили инопланетяне. Откуда они взялись? Слушай, я не знаю. Может быть, это охотники за SCP. Здесь же рядом портал. И постоянно они туда-сюда передвигаются через него. Ну, у меня возникла идея. Давай спросим это у подписчиков. Подписчики! Если вы знаете, зачем они забрали нашу маму и куда ее перенесли, напишите, пожалуйста, в комментариях. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы у нас все получилось. Давай пойдем домой, загуглим и узнаем, кто это такие и зачем они посетили нашу маму. А в какую сторону идти? Я знаю, здесь один короткий путь. Он лежит через старую железную дорогу. Пойдем по ней. Мы сократим так расстояние и быстро окажемся дома. Да, давай, пап. О, пап, железная дорога! Точно, Полин, железная дорога. Я же тебе сказал, что мы двигаемся в правильном направлении. Я знаю, сейчас мы по ней пройдем и как раз выйдем ближе к дому. Пошли тогда скорей. Оттуда! Пап, а это заброшенная железная дорога? Да, дочь заброшенная. Она уже, смотри, какая дряхлая. А ты знаешь, что по заброшенным железным дорогам ездит паровозик Томас? Какой такой паровозик Томас? Паровозик Томас Икзе. Это еще кто такой? Паровозик Томас это персонаж из бультфильма. Помнишь, я в детстве такой мультик смотрела? Да, помню. Но это же очень добрый персонаж. Он был добрым, пока его смотрели. Но как только это перестали делать, он обиделся, стал злым и теперь ездит по заброшенным железным дорогам, сбивает все на своем пути. Ого! Мне кажется, это какие-то байки, я в это не верю. Вот и зря. Слушай, ладно, пошли, некогда рассусолимся, нам нужно быстрее добраться до дома. Пап, ты слышишь какие-то звуки? Какие звуки? Я ничего не слышу. Ты чего, меня пранкуешь, что ли? Нет, пап, точно какие-то звуки есть. Как будто поблизости сиреноголовый. Какой сиреноголовый? Мы же всех их отправили в портал. Ну, пап, я точно слышу звук сиреноголового. Давай от греха подальше спрячемся в кусты. Знаешь, если честно говоря, в другом месте я бы тебя не послушал. Но здесь место аномальное. Здесь бывает разный чудовище. Давай, правда, пока сядем, отсидимся там. Посмотрим, может кто-нибудь здесь пройдет. Пошли. Мне кажется, это была права. Это звук сиреноголового. Быстрее прячемся. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее. Ты слышишь? Мне кажется, он приближается. Да, да, пап, точно приближается. Сидим тихо. Чтобы он нас не заметил. Пап, ты же сказал, что мы всех сиреноголовых загнали в портал. Полин, да? Ну, видать, не всех. Что теперь делать? Слушай, у меня здесь возникла мысль. Нужно сейчас за ним проследить. Он по-любому нас приведет туда, где охотники. Потому что охотники будут за ним следить. И мы вычислим, где наша мама. Давай скорей, а то сиреноголовый сейчас окончательно уйдет. Давай проследим. Только близко к нему не будем подходить. Потому что, не дай бог, он нас заметит. Пошли. И осторожненько только. Стой, стой, стой. О, я его вижу. Сядь, сядь, сядь. Пап, смотри, это точно бороводик Томас. Ага. Но он совсем не страшный. Какой-то миленький даже. Да, правда миленький. Давай, может, подойдем к нему, что ли? Ну, давай. Погоди. Ты смотри, как у него озлобилось лицо. Он куда-то поехал. Ага. Куда это он стартанул? Пошли поглядим. Смотри, смотри, он его догоняет. Это точно поезд Томас-экзэк. Он его сбил. Ты ему помочь, а то он погибнет. Но он же опасен для нас. Это единственный шанс, чтобы охотники его нашли, и мы спасли маму. Он сейчас в таком положении, что не может нам принести никакого вреда. Ладно уж, побежали. Ну а вы, ребят, не повторяйте наши трюки, не бегайте по рельсам, а напишите в комментариях, сможем мы помочь сирену голом или нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!